Музыка 122-й технический комитет, можно сказать, впервые на данном уважаемом форуме. До этого мы работали в своей нише, и вы поймете почему. И в этой середине, позвольте пару слайдов представить, что это за структура. В первую очередь, наши ориентиры. Мы руководствуемся рекомендациями бизнеса уровня. Вот на данном слайде фрагмент, хочу отметить, 2003 года рекомендации ОСР. Официальное разъяснение для топ-менеджмента, что бизнес, безопасность, это не есть издержки, как воспринимают многие. Это есть возможности, это есть то, что предназначено помогать и содействовать развитию бизнеса, а никак не тянет вниз тяжким временем бюджетов и сопутствующих издержек. Но при этом там же давался ряд рекомендаций, как сделать так, чтобы это было именно в таком ключе, чтобы была польза, а не ущерба бизнесу. И, например, в таком ключе преимущество все бизнес-сообщество и рассматривает. Вот вчера бизнес-сообщество отмечало, что давайте говорить о преимуществах цифровой экономики, а не издержках, чтобы больше не стали тратить на средства защиты. Хотя это тоже хорошо, конечно, но должен быть какой-то разумный предел. Когда мы были образованы? Образовались мы в течение двух лет, такой долгий процесс. В 2010 году приказ о создании, в 2011 году определились, кто, что и как там будем работать. Технический комитет работает на базе Центрального банка, и, учитывая значимость, уже на тот момент превалирующая вопрос безопасности, первый подкомитет в этой структуре ориентирован на вопрос безопасности и получил наименование «Безопасность финансового скоба банковской операции». Основной фокус работы на данном слайде очень кратенько. Единственное, что сверху меня обязательно попросили добавить про цифровые активы. Это то, что очень активно, периодически активно обсуждается на уровне Минфины, и то, что попадет однозначно в разрез аспектов безопасности. В экосистемах, в которых мы работаем, как и во всем мире, велосипед не изобретается, и в ИСО вот последние 15 лет это прослеживается однозначно. Заимствуются для цели обеспечения безопасности криптографическими и некрографическими методами существующие универсальные стандарты. Они получают соответствующую настройку, если это возможно, допустимо, необходимо. И также идет работа, это как внутри страны у нас 32-й, 26-й ТК, плотнейшее взаимодействие. На международной площадке, это, понятно, 27-й подкомитет и его соответствующая рабочая группа, одну из которых Алексей Геннадьевич отметил, и также профильный и сочный стандарт финансовые услуги, вторая рабочая группа. Работают у нас и как вендоры крупные, так и производители, участники рынка, что важно, и в том числе органы регулирования. Практически все они присутствуют полномочными представителями. Три цели основные – это разработка национальных стандартов как на базе отраслевых, так и разработка с нуля, что называется. Дальше – гармонизация международных стандартов, если это возможно и допустимо. И третье – это гармонизация профессиональных стандартов. И вот это очень тяжелая тематика, потому что профессиональные стандарты, они, как правило, низкоуровневые и формировались годами, и включают сотни листов технической документации, и для того, чтобы работать с ней, нужны неимоверные ресурсы. Что мы достигли? На данном слайде я недаром отметил ранее ПК-3, это подкомитет номер 3, знакомый вам авариатуру 362-го ТК. До 2011 года вся наша команда трудилась на площадке, учрежденной профильным регулятором по защите информации некорографических методов СТЭК России. И также мы дружно перешли на площадку профильного ТК 122-го. И с 2003 года, это когда образовался третий подкомитет 322-го ТК, наработан целый ряд стандартов Центрального банка и рекомендаций по стандартизации. Причем стандарты, они в данный момент очень широко стали внедряться, и может быть в этой связи состояние дел защитной информации в кредитных организациях, я говорю только о кредитных организациях, значит, достаточно относительно высоко, нежели состояние дела в некредитных финансовых организациях, которые подпали под норму регулирования с этого года, там просто хаос, лоскутные одеяла. А инструменты регулирования в настоящее время Банком России являются два сверху слайда указанных национальные стандарты, приняты они уже в рамках 122-го ТК. Это очень объемные массивные документы, и вышло уже несколько нормативных правовактов Банка России, устанавливающих обязательность требований по защите информации на основе этих национальных стандартов. Первый стандарт ТК 2017 года устанавливает три уровня защищенности, самый сильный, первый, он включает до 700 организационных и технических мер защиты. Дальше, важнейшим моментом является область действий стандарта, в каждом случае он определяется именно нормативным правовактным. Какой контур безопасности? Это важнейший фактор. Либо какая инфраструктура попадает в границы контур безопасности, вот в рамках этих границ должны реализовываться все организационно-технические меры, предустановленные и установленные в соответствующем уровне защищенности. Примерно-то КБС, это, как правило, второй уровень защищенности, там порядка полутыщи организационных и технических мер. И отдельный процесс, седьмой, защита среды виртуализации, там порядка 70 требований. То есть в этом случае сервера виртуализации Росиликома попадают или не попадают в область действия национальных стандартов. Причем приказ Минсвязи также определяет необходимость реализации требований стандарта 5078.1. На нижней части слайда это наши ближайшие планы. И вы нас заметили, второй слайд, где зелено-по-черному указана защита информации, не кальтографическими методами. Это то, что как бы основная наша задача, то, что регулирует и относится в контексте данного форума к среде применения средств защиты информации кальтографическими методами. Почему так? Потому что, я повторюсь, основные факты воровства денег, я с таким жаргоном говорю, они проистекают из-за безобразия в среде. Чем больше бардака в процессах вокруг применения средств защиты информации, тем проще украсть токен, сыментировать подпись. И именно с этим имеем дело в службе безопасности в кредитных организациях. Любопытно посмотреть, а как же у нас наши коллеги, наши, я имею в виду, по 122 комитету, работают в СО. Если второй подкомитет, мелкие шрифты, я вам поясню. В основном стандарты касаются прикладной криптографии, использования известных алгоритмов в протоколах, применительно к финансовым бизнес-процессам. Это ритейл, банкинг, торговля на фондовых рынках и так далее. И в том числе часть разработанных по заказу, по целевому заказу, таких участников финансового рынка, как оператор международных платежных систем, для того, чтобы организовать и сформировать рынок производителей изделий, используемых в данном случае в платежной технологии. Поэтому преимущественно это стандарты прикладного плана, и мы их реализацию видим в наших банковских картах, посттерминалах и так далее. Это те стандарты, которые далее используются в профессиональных стандартах, о чем я раньше отмечал, таких как EMVCO, Голлоплатформ и так далее. Вы, наверное, видите, как ПИН обрабатывать, как ХСМы в банкоматах должны какие функции выполнять. Почему ОИСО идут? Опять же повторюсь, потому что это для цели размещения на международных рынках и организации международного рынка средств, используемых в технологиях. У нас как бы тоже, и 122-й, мы уже сейчас не можем проходить и не затрагивать вопросы, связанные с криптофической защитой информации, в частности, ход и последние решения, принятые по линии департамент финансовой технологии, руководство на Центральном банке, это требует современный рынок и условий в международных финансовых рынках. Есть такая как бы парадигма открытой данной для увеличения конкуренции, для улучшения бизнес-климата, для содействия стартапам и всем остальным новоявленным участникам международного рынка. Появилась задача гармонизации у нас в России, ряда стандартов, которые не наши, они уже существуют, так называемые технологии OpenID. В данном случае, применительно к финансовой отрасли важны были интерфейсы доступа к данным, и в частности, сервисы безопасности на программных интерфейсах, которые должны программироваться для продуктов и средств, которые получат в будущем возможность работать с данными, хранящихся в базах данных финансовых организаций. И здесь, как вы понимаете, низкоуровневый срез, это уровень программных интерфейсов, понятно, здесь алгоритмика, основной средств это то, что предполагает использование коррографических защиты информации, значит, алгоритмы, протоколы, управления ключами. Несколько срезов. Это первое средство, аттентификация, авторизация. Значит, на данном слайде RFC, которые лежат в основе данных спецификаций. Понятно, велосипед, опять же, никто не изобретает, используется тем стеком стандартов, которые приняты и широко используются в экосистеме интернет. Дальше. Прикладной уровень, уровень веб-технологии и, соответственно, сервис безопасности, связанный с электронной подписью, шифрованием данных, управлением ключами, токенами и так далее. И, в том числе, дополнение расширения уже от ассоциации OpenID к типовым базовым RFC. В общем, это то, что в настоящий момент у нас войдет в планы работы ближайших месяцев. Это то, что потребует плотного взаимодействия с полномоченной организацией, в частности, с 26-м ТК и организацией, его очередившей. И как это организовать, все понятно. И, более того, есть к тому прецеденты. Ну, вот кратенько, что я хотел закрепить. Вот на данном слайде три позиции. Что, в первую очередь, мы ориентированы на защиту информации не криптографическими методами. Значит, защита информации криптографическими методами – это полномочия, компетенция 26-го ТК и сообщества производителей. Но использование СКЗИ в финансовой отрасли без надлежащей защиты среды просто невозможно. Оно теряет все деньги в трубу, более того, сплошные риски и ущерба от этого. Сервисы и примитивы, связанные с применением криптографических сервисов, механизмов, проникают уже внутри. Это как бы встроено безопасно, встроено уже в протоколы данные. Они как игрушки на новогодние елки висят. И поэтому интеграция уже в бизнес-технологии, оно требует более плотного вовлечения. Ну и был тому прецедент 2015 года в составе 26-го ТК по просьбе Банка России создан третий подкомитет, цель которого отражена в его наименовании. Очень непростая задача – это как раз то, что касается гармонизации профессиональных стандартов. В данном случае стандартов ЕМВИКО – это то, что зашито у нас в платежных картах, в чипах, это то, как работают платежные терминалы, банкоматы. И пока это работает на не наших алгоритмов, не нашей инфраструктуре PKI, но даже не на X509, там его нет. Там утилитарно урезанные спецификации X509, для чего ЕМВИКО-то и был создан. Чтобы разработать уникальные, экономные с точки зрения энергоресурсопотребления спецификации протокола, отвечающие конкретной от применения. То есть там используются BIKI, банки, то есть инфикаторы банков и других участников. Ну это как бы вкратце все. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ